И снова здравствуйте. На обзоре Эрнес Жур в виде тестера. Вот такая вещица, купленная подругой, не знаю, в каком, в 2014 или 2015 году, но могу сказать точно, что это вот эта вещь. Классический Жур. Вот можете видеть, что здесь написано годен до 1 ноября 2018 года. То есть уже ноябрь. И что можно сказать? Все живет и дышит. Можно так сказать. Единый Европа. Холтинг и так далее. Он был куплен в обычном магазинчике. Ну, я их называю стихийными. Обычные стихийные магазинчики. Мне как-то в комментариях задали вопрос, как бы не боюсь ли я приобретать в парфюмерии стихийные магазинчики. Нет, не боюсь, потому что я разбираюсь в парфюмерии. И что значит стихийные магазинчики? Магазинчики такие, которые открывает частный предприниматель, которые работают уже в этом магазине не первый год. Я, например, знаю, 8 лет работать. Один мужичок продает парфюмерию. Качественный. Но цена у него, конечно, завышена. Вот так вот выглядит тестер. Вот таким вот. И вид сбоку покажу. Он заходит с вами внутри этой коробки с держателем соответствующим. Данный аромат. Знаете, меня заинтересовал данный аромат как-то в магазине. Я чисто его тестил на блотере, как здесь сейчас. Вот. Он меня чем-то вот заинтересовал. Заинтересовал меня он тем, что есть в нем что-то не от эрмессовского. Он не похож на своих собратьев каких-либо там других парфюмов. И, безусловно, меня заинтересовал в плане вот этой подставки. Вот этой подставки огромной. Вот вам ее название показать. Вот так. Жудерлес. Подставка, конечно, вот данная ножка огромная. Немного напоминает у Бэль. Вроде бы от Ланком. Да. У Ланкома такие же тоже подставки. По-моему, уже после они появились. Что сказать? Что сказать? Ну, то, что 85 миллилитров, он как бы не ощущается. Ну, в руке, вот лежит вот в мужской руке, достаточно вот этот кубик, которым можно реально причинить боль. Не побоюсь этого слова. И реально как бы, ну, не для женской руки. У меня подруга, она его очень редко использует. Она вообще редко использует парфюм. Ну, и использует по назначению. Скажу только одно, что парфюм, когда я приобрел, точнее, я приобрел, я все опять путаю. Когда она приобрела, я все, не могу привыкнуть, что есть обзор моих парфюмов и есть обзор ее парфюмов в моем исполнении. Когда она его приобрела и нанесла на кожу, мне вот совсем не понравилось. То есть, мне не понравилось то, что тут какие-то жированные цветы, какие-то альдегидные они, что ли, какие-то древесные, невкусные, в общем, эти цветы. И они мне, ну, прям резко не зашли. Чего я ей сказал? Давай так. Оставь его, вот ты опробировал, оставь его на год и не трогай его. Она говорит, давай, с удовольствием. С удовольствием, хотя ей аромат почему-то понравился. На ее коже он сначала, вот первые оттенки, они были такие вот прям давленные, неприятные какие-то в молочном, в молочном исполнении. Эти цветы, это древесности вообще никакой помол, но даже мускус выльется. Вот, цветочный мускус. И она говорит, ну, давай посмотрим. Так, благо у ней там были еще парочку парфюмов, она и пользовалась им, как-то захотела. То есть провели эксперимент. И что вы думаете, в принципе, эксперимент удался. Он удался в том плане, что парфюм, ну, Децл потемнел, это понятно. Кто знает классический жур, тот знает, что он более светлый. Наполнение его было примерно вот таким. В общем, дата производства его вроде бы 13-й год. Если я не ошибусь, вам скажу. Это тестер, и он указан здесь, что это тестер. Да, что-то как-то не особо хочет. Белое на светлом, светлое на белом. Где-то там, а вот оно, 3CABV. 13-й год мы проверяли, да, не без этого. 85, demonstration, not for sale и так далее. Тестеры идут в таких коробках всегда и с крышкой. Так вот, через год он реально стал крутым. Крутым в том плане, что вот эта вот белоцветочность поникших цветов, она исчезла. Он стал более насыщенным, более плотным. И, ну, не совсем густым, но все-таки отдаленно приятным. Аромат открывается. Я не буду читать эту фрагрантику, но ее в Караганду. Эту фрагрантику что-то не пишут совсем, мне кажется, даже не то. Знаете, для меня аромат это чисто зеленый с цветочным подтекстом. Зеленый в плане того, что Эрмес, ну, как бы, своих зеленых ароматов, он дока. То есть зелени в них предостаточные. Сфон только сады, сады на крыше, сады Нила, ну, сонные там дожди и так далее. То есть вся вот эта зеленушка Эрмесовская, она присутствует. То есть вот эта горчинка. Так вот, эта горчинка в самом начале, до опробирования, ну, точнее, после опробирования, после первого опробирования, она была невыносимой, тяжела. Просто ее просто вынести, но невозможно было. И вот этот вот подтекст вот этих давленных цветов в каком-то малаге, в общем, это я его сравниваю немного с амуажами женскими. Для меня они тоже не особо вкатили. Ну, ладно, дело не о них. Разговор не о них. В общем, это цветочность, теперь уже густая, не совсем плотная, но у ней есть такая нешероховатая зелень. Вот эта нешероховатая цветочная зелень, она очень хорошо ложится теперь на кожу. У моей подруги белая кожа, светлая, холодная, и она гениально на ней лежит. На себе не тестил, только делаю на блотере. Все-таки на блотере и на коже это совершенно разные вещи. Все-таки на коже больше открывается еще такой немножко маленький, но очень приятный сливочный оттенок. Совсем чуть-чуть. То есть он придает небольшой шар. И вот этот бархатно-цветочно-зеленый подтекст, бархатно-цветочно-зеленый подтекст, он имеет место быть и шикарно ложится просто вот на сухую светлую кожу. Я не знаю, как на более темный подойдет, но на светлый он гениально звучит. В качестве подарка нет. Я делаю, в принципе, обзор для того, чтобы... Ну, чисто вот у меня есть возможность, да. То есть мои парфюмы закачиваются, и я могу просветить вас, ну, хотя бы по этим поводам. Жур Абсолю мне понравился намного больше, но он, мне кажется, все-таки для более старшего поколения, не для совсем молоденьких. Да и для молоденьких Эрмес не каждому вкатывает. То есть, смотрите, нельзя бежать. Ну, маркетологи правильно все сделали. Они сделали вот такое вот подобище убийственного флакона, где можно, ну, знаете, то есть такое впечатление, что парфюм висит в подвешенном невесомости. Здесь более тонкие стенки, а здесь толстые. То есть все говорит о том, чтобы продукт продавался. Посмотрим немного на крышку. Дело в том, что данные магазинчики, они уже были опробированы. Ну, я так понимаю, что не очень долго. Вот, потому что он 13-го года выпуска, и фрагантика выпишет. Я думаю, что фрагантика немного забирает, потому что его в 12-м выпустим. Ну, ладно, это уже дело хитрое. Точнее, не хитрое, потому что идет с Европой через год, через полгода к нам. Они только поступают. Вот они опробировали, и вот это масло, так называемое, эссенция, она вот осталась здесь. То есть мы ничего не делали. То есть тут так и было, грязновато. Цена его была вообще смешная. Около 2 900. 2 900 было. Ну, и не взять, она говорит, не взять было не невозможно. То есть нельзя было пройти мимо. Потому что в дизайне и других тестеров, других, и, например, интернет-магазинов, все это очень стоит дорого. Данный флакон, у него откручивается вот эта вещь, распылитель. И, безусловно, можно заливать. В бутиках РМС вы можете даже встретить вот такие вещи, как... Посмотрим, как оно выглядит здесь. Вот такой же вид. Достаточно все просто, резиновая проложка. Делать это, конечно, плохо, но я не знаю, что я это делаю. Надеюсь, она не увидит. Потом затяну поплотнее. Вот. То есть можете доливать. Сюда есть рефилы по журу, жур абсолютно и так далее. То есть вот знаю, что 85 откручивается. Все остальные, по-моему, тоже должны откручиваться. И доливать, и пользоваться этим флаконом, или просто его оставить для раскатки чего-либо. Или как защита от нападения. Тоже хорошая вещь, если по вашке ударить таким этим... Как его можно назвать-то? Пьедесталом. И вот реально можно получить хороший тран. По аромату, в принципе, все. Я не буду там их раскладывать. Цветы каких-то ирисов, какие-то там... Что там было-то еще? Жасмин был-то, по-моему, сладкий горошек. Не знаю, как они там этим пахнут. Но вкупе все это звучит... С блотера это все-таки зеленушки очень много. Цветов размятых в руках. Приятных размятых в руках. Не задушенных с твоими руками. Эти цветы. Аромат данных цветов. А на коже все-таки с ее кожи очень приятный. Такой... Ну, немножко сладкая. Все-таки сливочность вот есть. Она совсем, совсем немного слышится. Совершенно немного слышится на ее сход. Белая кожа. Светлая, холодная. Да, у нее холодная эти кожи. И носить она носит его очень редко. Как вы можете видеть, что сейчас 18-й год. А приобретала то ли в 14-м, то ли в 15-м. Потому что достаточно времени уже прошло много. Ну, как мы все видели, что здесь пишет на данном стикере. Которую, как я говорю, все от балды можно написать. 1 ноября, 18-й год. 18-й год наступил. Ноябрь наступил. Далеко уже, чем более, чем 1 ноября. И вот, как бы, ну, смотрите. Как бы вот приобретать просто так, вслепую, без затеста. Никогда не рекомендую. И пусть девушка ваша сама все это выбирает. Что ей нравится. То есть привели, подвели к чему-либо. И уже спрашивайте. Там они уже сами разберутся, что им нравится. Нравится, нравится. То есть обычно хотите сделать сюрприз. Лучше этого не делать. Сюрприз, блин, вы можете саму себе это сделать. А своей второй половине девушки, ну, вы не можете это сделать просто так. То есть это будет не понято совершенно никак. Точнее, это будет понято противоречиво. Противоречиво, в отличие к вам. Поэтому Жур ММС и Абсолют, например, тот же. Вот для меня они приятны во всем. Градению не слышал. Говорят, что вроде бы тоже приятны. Но сразу скажу, что после первого затеста, ну, не особо красиво открывается. Через год, через год. Вот я боюсь, что у меня многие парфюмы, тот же самый Кензо, они, конечно, откроются только через год. Я так полагаю, что все-таки специфика химии, химии, вот этой тонкой химии использования, синтезирования ароматов искусственных и часть подложек натуральных. Все-таки я считаю, что здесь все искусственно, здесь ничего натурального нет. Здесь просто на флакон угробли гораздо больше денег, чем на само содержимое. Тут стекла прям, я не знаю, это реально, это даже тяжело для меня просто носить. Я бы в сумке бы не смог, ну, смог бы, конечно, но не всегда. То есть это реально, я не знаю, полкило тут весит этот флакон с этим стеклом. Ну, смотрится шикарно, да. То есть на столике вообще издали смотрится, это гениально. Ну, насчет гениальности я, конечно, загибаю, но все же мой вот сэфон как есть, так есть. По аромату все, все, что я сказал, это чисто мои вот эти воображения по нему, фрагментику смысл смотреть, там, знаете, много пишут, не совсем то. Ну и до скорых встреч, я так думаю, да, все, спасибо. С этой суматохой забыл вам показать название данного тестера, то есть как оно вообще выглядит. Ну, вот так вот оно выглядит. Франсен, объем 77. Хотя объем тоже пишется у нас в унцах, вот здесь. И, ну, про спирт я уже, мне уже просто устало об этом говорить. Вот так, вот она, 3C, А, Б, В. 12-й год, ну, проверяем. Вот, в принципе, так выглядит тестером. Вот, по всему, демонстрационный вариант. Вот такой-то. Вот, в принципе, и теперь уже все. Все.